Всем привет. Просыпаемся. Да-да, давайте проверим. Кто знает, что такое MySQL? Вау. А кто не знает, что такое MySQL? Не знает. Это я проверяю, насколько мы спим. MySQL — это то же самое, что MySQL. Кто знает, что такое Percona Server for MySQL? Супер. Уже кто-то знает. А кто не знает, собственно, есть компания Percona. Это один из первых форк MySQL, который был до MariaDB. И он зачастую более производительный, чем MySQL и полностью совместим с MySQL. Чего не скажешь о MariaDB. Она имеет несовместимый синтаксис и много-много чего несовместимого. Собственно, доклад будет про решение для мониторинга. Percona Monitoring and Management — это утилита, которая позволяет вам мониторить MySQL и MongoDB. Так, кто я? Кто не знает, кто я? Да, меня зовут Коля Маржан. Я, собственно, работаю как релиз-инженер, релиз-менеджер DevOps 10 лет. Разрабатываю системы мониторинга с 2004 года и люблю много-много разных вещей. Так, особенно презентаторы. Собственно, Percona Monitoring and Management позволяет вам сказать, чем занята ваша MySQL-база. Percona занимается консалтингом, перформанс-консалтингом. Если у вас есть проблемы с MySQL, вы всего лишь… Кто думает, что Percona — это дорого? На самом деле Percona не так дорого. Это всего лишь 3,5 тысячи долларов за инспекцию единоразово вашей базы и дача рекомендаций по оптимизации. На самом деле DBA стоит дороже в месяц, а Percona всего лишь единоразово. Или же поддержка… Percona также делает поддержку, это тоже недорого. Всего лишь около 200 долларов в месяц за один сервер. Но самое главное, что Percon — это полностью open-source. Мы все наши наработки отдаем в open-source. Если к нам приходит клиент с какой-то проблемой, мы оптимизируем MySQL для него. Это значит, что эти изменения попадают в open-source сразу же, как только они попадают в клиенту. Percona Monitoring Management имеет 2 огромные части. Квери-аналитику и метрики, графики. Что такое квери-аналитика? То есть это веб-интерфейс, который позволяет вам увидеть, какими запросами в базу данных. Сейчас занята база данных, а также, собственно, к примеру, сколько таких запросов такого типа вы имеете. Ихнее суммарное время, которое затрачивает база данных на такие типы запросов, количество запросов в секунду, как долго база данных в среднем отдает ответ на такие запросы. И много-много-много чего другого. Сейчас мы даже сможем посмотреть. То есть, к примеру, вот открыта база данных какая-то. Мы видим, какие запросы в нее выполняются, типы запросов. По каждому типу запросов мы видим, какую нагрузку в процентах конкретно этот запрос по отношению к другим запросам создает. Например, 58% времени база данных занимается Optimize Table. Отлично. Optimize Table у нас бывает 168 запросов в секунду. Просто супер. И в среднем каждый запрос Optimize Table выполняется 153 секунды. Очень мило. Соответственно, мы видим, какие типы запросов идут в базу и видим аналитику по каждому типу запросов. То есть, время общее, время лока на таблицу, которое создается, сколько записей получено таким запросам и много-много другого. Также по таблице информацию и так далее. Но не засыпаем, хотя я старался. Доклад совершенно не о PMM, а о его архитектуре. Как же это все сделано? Мы имеем… Query Analytics имеет, собственно, база данных, агент, который приконнекчивается, делает коннекшн к базе данных и запрашивает служебную информацию. Также есть на стороне сервера демон Kwan API, который принимает запросы, принимает информацию от агента и складывает это в базу данных, с которой работает веб-аппликейшн. Давайте по деталям. Что такое Kwan Agent? Это демон, написанный на GoLang, который приконнекчивается к базе данных и читает запросы, которые вы выполняете, ваше приложение выполняет в базе данных. Оно может читать эти запросы из двух источников. Конкретно в MySQL это performance scheme и slow log. Два источника запросов. Потом по каждому запросу оно собирает статистическую информацию, сколько конкретно этот запрос выполнялся, определяет тип этого запроса и отправляет данные на PMM сервер. Со стороны PMM сервера работает REST API сервис, который тоже написан на GoLang, который принимает эти данные, складирует в MySQL базу, в будущем, скорее всего, будет складировать в ClickHouse, потому что данных очень-очень-очень много и выборки по ним не так часто. И, соответственно, также этот REST API сервер умеет отдавать, вытягивать эти данные с базы и показывать на веб-интерфейсе, который мы только что видели. Веб-интерфейс написан на Angular в данный момент, втором уже, и он умеет просто вытягивать приложение из, вытягивать данные через API. Приходим к второй интересной части. Это Metrics Monitor. Это графики, которые, собственно, отображаются по собранной информации. То есть есть две части. Это квери-аналитика, когда мы смотрим по конкретным запросам, какая нагрузка идет. И вторая часть – это графики, в общем, по датабейс-серверу. Вот они примерно выглядят так. Тут много дашбордов. Это графана, если вы видите, в которой много специфических дашбордов, как для Monge, так и для MySQL. Огромное количество. Каждый дашборд отвечает на какой-то вопрос. Иногда трудно понять, на какой вопрос он отвечает, потому возле каждого графика описывается, зачем эти данные собираются с базы данных и что с ними делать, что вам показывает этот график. Help, возможно, не сильно большой, но можно… Нельзя. Но есть ссылка, которую можно нажать, и вы попадете на документацию, возможно, где будет лучше описано, зачем создан этот график, что он показывает. На самом деле, это большая проблема, когда неподготовленный в MySQL человек пытается анализировать какую-то метрику из базы данных и просто не понимает, что она означает. Соответственно, тут есть описание краткое, для тех, кому напомнить просто, для тех, кому почитать, есть ссылка на документацию и графики выглядят очень супер. Есть также комментарии, вообще, зачем этот дашборд создан, какие у него требования. Он может работать, например, только с Percona Server и MariaDB, но не может с Oracle в MySQL работать. Требует какой-то плагина, установленного непосредственно в базу данных MySQL. И может там говориться, какие версии нужны и так далее. То есть выглядит это примерно так. Каждый график описан. То есть все отлично. Дашбордов очень много. То есть это мы смотрим дашборд по query response time. Если, да. Query response time. Есть графики по репликации, графики по performance scheme, просто общие графики по MySQL, такой overview, количество коннекшенов, тредов, запросов, кэша, тредов, да. Много чего интересного. И довольно круто. Это я показал PMM, метрикс монитор. Из чего он состоит? Он тоже полностью open-source. Он состоит на базе Prometheus. Кто знает, что такое Prometheus? О боже, как мало нас. Все просто, но есть экспортер, который это демон, REST API интерфейс, который работает обычно на стороне хоста или же может подключаться к базе данных удаленно. Он выбирает метрики из базы данных и хранит у себя. А Prometheus его иногда опрашивает. Это обычный REST API, это обычный HTTP запрос, в ответ на который приходит ответ K-value, то есть простой совершенно вид, простой текстовой файл, где есть ключ, значение. Дальше интересно, что Prometheus берет данные из консул. Кто знает, что такое консул? О боже, как мало нас. И собственно графана, это веб-аппликейшн, который умеет показывать данные из Prometheus. Еще раз. Экспортер. Это REST сервер, который работает на стороне базы данных. Он подключается к базе данных, выбирает метрики в себя и может в любой момент отдать их в виде текстового файла. То есть ключ-значение. Он по простому HTTP запросу. Да, есть консул. Совсем что такое консул? Тема долгая, но если кратко, это утилита, которая умеет сохранять конфигурацию ваших сервисов. Ну, трудно. Это сервис Discovery, но она сама ничего не находит. В нее нужно что-то положить, для того, чтобы она что-то о чем-то знала. Это не такой сервис Discovery, как мы привыкли в прошлом. То есть, грубо говоря, это база данных, которая умеет по REST API, по обычным HTTP запросам REST API работать. Кто-то в нее умеет приконнектиться по REST API и сказать, такой-то сервис находится на таком-то IP-шнике и порту. А другой сервис может подконнектиться по этому REST API и спросить, а дай мне все сервисы вот такого типа. И он получит список IP-адресов. Или не IP-адресов, а IP-адресов с портом, или же даже с конфигурацией этих сервисов. Читаем. Есть консул, есть etcd. Он похож. Они очень похожи. Но etcd больше используется с кубернетисом, докером и с формом. Консул тоже популярен. Соответственно, зачем консул тут? Это тулав, который сохраняется, когда мы добавляем новую базу данных, мы просто добавляем информацию о базе данных в консул. А Prometheus умеет вычитывать из консула информацию и узнавать, где у нас появился новый клиент и начать запрашивать информацию по метрикам с него. Соответственно, консул это круто. это сервис автодискавери, который совсем не авто и в котором может храниться конфигурация. Prometheus ходит в консул, узнает о нодах, о клиентах, которых нужно опросить, опрашивает REST запросом, обычным HTTP запросом, вытягивает ключи, ключ значений и ложит в себя в свою базу данных. То есть он коллектор, база данных, сам по себе может отдать эти значения из базы, то есть он еще REST API сервер и что-то вот все вместе. Очень хороший, очень производительный. Grafana, это собственно веб-интерфейс, который умеет вытянуть данные из Prometheus и отобразить на веб-интерфейсе. Умеет также брать данные с CloudWatch, амазонового и абсолютно разных других источников, всевозможных баз данных, из чего угодно. То есть суммарно мы прошли, вот есть база данных, есть QuantAgent, QuantAPI, которые складывают данные в базу данных и веб-интерфейс QuantApplication, ну, Query Analytic. Также есть вторая стрелка, это Prometheus Exporter, Prometheus, консул, который хранит конфигурацию, и Grafana, который умеет отображать информацию из Prometheus. Но все сложнее. Есть еще компоненты. Это PMM Admin, PMM Manage, Jinx, который просто является прокси для QuantApp и Grafana, а также оркестратор. Давайте с простого. Кто знает, что такое оркестратор? Имеется в виду конкретно этот оркестратор. Собственно, это проект GitHub, в смысле GitHub как организации, который умеет узнавать о вашей топологии MySQL-кластера, отобразить его в красивом виде, а также немного поменять эту топологию, если вы научите. Смотрится, может быть, мы сможем даже показать его, но не факт. Да, нам повезло. На самом деле большого кластера тут нету. Он показывает ноды, и в принципе он умеет показывать состояние этот нод, например, поломалась репликация, если видите, и другую информацию, но, пожалуй, он до конца тут и не настроен, но он умеет распознавать вашу топологию, показать зависимости между кластерами и как они работают и не поломаны ли в данный момент. Также, если, например, один из мастеров поломался, вы можете переключить слейв на другого мастера просто перетягиванием drag-and-drop operation. Соответственно, это был оркестратор. Да, мышкой просто раз и переключили. На самом деле для level 1 саппорта это очень идеальное решение, потому что переключить репликацию на другой мастер ночнику, ночной смене довольно трудно, им приходится level 2 будить, ну, потому оркестратор это круто. Соответственно, что дальше? PMM-админа. это помощник на самом деле, так как компонентов много и их нужно как-нибудь конфигурить, а перкона хочет ориентироваться на клиента, в смысле пользователя, мы написали помощников. Это PMM-админ, к примеру, application, который просто все делает за вас. Вы ему даете IP-адрес PMM-сервера и, возможно, креденшалы для доступа в базу MySQL. Все остальное он конфигурит за вас магически. Хорошо, когда конфигурит, плохо, когда не делает. Соответственно, он регистрирует ваш клиент в Kwan API и в консуле и поднимает, стартует сервисы Kwan Agent и экспортеры. И проверяет connectivity, что намного важнее именно в нем, что он может приконнектиться в базу, что база рабочая, у нее выставлены нужные опции, проверяет, что по сети он может доступиться до Kwan API, до консула, регистрирует в них. И это все называется PMM-клиент. PMM-клиент это PMM-админ, это Kwan Agent, это экспортер. Это все PMM-клиент. PMM-клиент очень простой, вы его можете установить практически во всем, кроме Debian 9, но это скоро исправится, буквально. Я думаю, я добавлю поддержку на протяжении недели или двух Debian 9. Соответственно, PMM-клиент это RPM-ка или же DEP-ка, которую вы устанавливаете и сразу запускаете PMM-админ, конфигуры, все, готово. На самом деле очень просто установить PMM-клиент. Ну, может, не очень просто. Мы добавляем Percon релиз репозиторий, устанавливаем PMM-клиент, говорим PMM-админ конфиг сервер, это IP-адрес PMM-сервера, пишем PMM-админ от MySQL, это мы добавляем нашу базу данных, которая установлена локально к нашему PMM-серверу. Если же она установлена не локально, мы добавляем дополнительные ключи, минус-минус хост, минус-минус юзер, минус-минус пароль. То есть, очень просто. И проверяем, что все сходится, все работает. Команда PMM-админ CheckNetwork, которая проверяет доступность всего, что получилось. То есть, установить PMM-клиент легко. Но есть еще PMM-сервер, для того, чтобы, который содержит довольно много компонентов, да, вот эту всю часть. На самом деле там компонентов больше, там еще и крон, и логротейт, и другие сервисы по типу супервизор, дэ, и так далее, которые просто несут обслуживающую функцию. PMM-сервер упакован как Docker контейнер, или же как Amazon образ, или же в Open Virtualization формате. Соответственно, как установить PMM-сервер? Еще проще. Устанавливаем Docker. На самом деле вот эти три команды, это действительно достаточные три команды для старта Docker на вашем любом практически машине, если это не Centos 5 или еще что-нибудь более древнее Centos 5, Centos 6, Centos 7 или же любое. Вот эти три команды и у вас установлен Docker. А потом мы создаем, пишем две еще команды, Docker Create, который создает PMM Data контейнер, в котором будут храниться базы данных, в частности, мы уже говорили про Meteos база данных, Console база данных, MySQL база данных и база данных Grafana. То есть мы создаем контейнер, в котором будут данные. И также создаем контейнер, в котором будет код выполняться. Это PMM Server контейнер, вторая команда Docker Run. Все команды есть в Mane, не стесняемся. То есть установили Docker, создали контейнер для данных, создали контейнер, который выполняет код. Все, все готово, PMM сервер готов. и вы получаете скорую. Самое главное в этом всем, что PMM сервер работает на вашей стороне. То есть вы никому никаких данных не отсылаете. Все данные, статистика по вашей базе данных находятся у вас. Это полностью open source продукт. Абсолютно все компоненты открыты под GPL. вы можете поменять любой компонент и пересобрать его. Вы можете спросить, зачем же нам PMM, если мы можем сами поставить экспортер, Prometheus, Consul, Grafano. Можете, но у вас как минимум не будет шифрования этого соединения и аутентификации. Потому что проект Prometheus отрицает необходимость SSL соединения и аутентификации. Они считают, что они создают лучшее решение для мониторинга, а не решение для секьюренности. Percona в своем форке Prometheus и экспортеров поддерживает и шифрование, и авторизацию. Соответственно, кроме того, дефолтные экспортеры для MySQL и запрашивают, умеют отдавать абсолютно все метрики сразу. Percona знает, что некоторые метрики нужны секундной резолюшеном. Некоторые метрики можно собирать раз в минуту. И это очень важно, потому что одни метрики собирать тяжело и неважно. Другие метрики собирать часто очень важно. в Percona мониторинг и менеджмент в нашем форке мы много метрик собираем с ежесекундной резолюшеном, а другие метрики с 15-секундной и минутой. Это круто, того, чего у вас точно не будет. Или вы можете установить экспортер с репозитория Percona, с GitHub. Он открыт, то есть весь код открыт. Собственно, вопросы? Такой вопрос тоже не очень сложный. Если я ставлю все, как описано в этой схеме, соответственно, в ней будет уже Pd, который будет в докере. Правильно? Вы можете использовать еще раз Pd? Там было написано докер, конфиг для докера, вот это да, строка. Вот это да. здесь не вижу включает она себя или нет. Ставит ли она ноды Percona в докер сам? Вот собственно команда Docker Create создает один Docker контейнер под названием PMM DAC, это Docker Run, но не запускает его. Вторая команда создает и запускает контейнер с названием PMM Server. Вопрос просто в том, если бы я хотел разместить ноды Percona вне докера, чтобы избежать всяких проблем с докером. Суверлей FS и прочим. Смотрите, есть варианты, вы можете использовать виртуализацию или виртуализацию, или докер. Проблема в количестве компонентов, то есть это еще не все, то есть тут и кроны, и лог ротейты, и все вместе связано. Мы можем каждый компонент установить RPM, но мы не можем контролировать ваше окружение. Когда мы создаем докер, мы точно знаем, какое внутри окружение и как оно работает. Мы избавляемся от огромного спектра проблем. Если вы запускаете на Амазоне, есть образы для Амазона, если вы используете какой-то из видов виртуализации, назовите любой, который вам нравится, зачастую он поддерживает open virtualization формат. Возможно, не с коробки, может, немножко нужно подтолкнуть конфиг, но поддерживает или конвертирует. Густав, секунду. Сколько перформанс едают эти измерения? Есть такие измерения? Сколько серверов держит? Конкретный вопрос. моя плата данных работает, имеет перформанс и потом начинает мериться вашим инструментом и сказывается ли это на… Смотрите, большинство, скажем так, 95% информации уже есть в перформанс схеме. Это специальная база данных внутри MySQL, которой собирается статистическая информация и она собирается по умолчанию. Если вы выключите перформанс схема сбора статистики, вы получите прирост производительности, но оно включено по умолчанию. То есть по умолчанию на многие метрики, практически на все метрики, информация уже все равно собирается. Мы просто ее передаем. Но есть некоторые моменты, например, TableStat. Это информация, статистика конкретно по таблице, как она используется. Она довольно-таки объемна. И когда вы ее просто вытягиваете, просто селектики из базы данных, создается нагрузка. Потому для вот этой команды pmmadmin add MySQL есть ключ минус-минус disable table stat для того, чтобы не вынимать вот эту информацию, которая создает дополнительную нагрузку. То есть мы это учли и мы добавили ключ. Если вам не нужен график по TableStat, мы на него можем посмотреть непосредственно. То есть тут есть дашборд специальный, называется у нас время есть, я закончил раньше. Дима, не смотри на меня. Вот MySQL TableStatistic. Вы тут видите некоторые графики, некоторую информацию. Вот если вам вот эта информация не нужна, то вы просто отключаете ключом сбор этой информации и тогда нагрузка совершенно минимальна. Еще вопросы? Спасибо. Есть еще вопрос. Скажите, какие вообще типы рекомендаций вы в итоге даете клиентам? Как я понял, вы именно этим занимаетесь. То есть не то, что клиент смотрит на график, вот эта функция педалит 20 раз и вы говорите оптимизируйте функцию. А что-то более детальное, что им действительно поможет, а не просто укажет какие-то банальные проблемы. Вы имеете в виду в принципе Перкона, но не ПММ. То есть при консалтинге Перкона дает конкретно как изменить запрос, если ситуацию можно исправить запросом. или же как разбить запрос на два других. Или же как изменить нагрузку так, чтобы было лучше. В Перкон мне, например, поддерживается довольно большое количество других движков, кроме Inodb. Toku, RoxDB и другие. То есть на определенные типы нагрузки возможно не нужен MySum, он плохо для них подходит. В Перкон клиентов разработала разные движки. И мы можем поменять движок на какую-то таблицу с MySum на какой-то другой, на MyRocks, к примеру, разработанный в Фейсбуке движок. И вы поднимете производительность, просто изменив движок. Но это позволяет сделать Перкона, чего не позволяет Oracle MySQL. Соответственно, мы даем конкретные рекомендации. Иногда в сложных случаях невозможно ничего сделать. В таком случае Перкона достает своих инженеров, но за отдельные деньги, которые разрабатывают движок MySum и на DB с момента его начала разработки, еще в MySQL AB, и изменяет сам движок, если это возможно, под ваш тип нагрузки. Но это стоит дороже, потому что это время разработки. Спасибо. Если у нас вопросы закончились, тогда спасибо еще раз докладчику.